Она была небольшая, а сейчас она уходит и вот эти провалы пошли. Валерий Семенович говорит, земля на глазах уходит из-под ног медленно, но верно вниз. На асфальте рядом с новостройкой в Студгородке разрастается огромная трещина, проваливается грунт. Ямы местами глубиной до полутора метров. Ситуация усугубляется, когда идет дождь. По проекту не выполнены канавки, вот здесь вот это сборная, начиная с той стороны и с этой. И канавки, а вот куда канализационный, вот там сбоку, выполнен. И теперь вода не туда идет, а вся вода, которая вот отсюда идет, и она вот сюда и подмывает. Дом на второй огородной сдали в эксплуатацию еще в 2017 году. Жители говорят, квартиры здесь не из дешевых. Покупали специально с живописным видом на Енисей. И вот никак не думали, что из окон придется любоваться трещиной. Да мало того, каждый раз боятся за припаркованные в этом месте автомобили. Я стараюсь там не ставить машину, потому что боюсь, что просто утром проснусь, а машины нет. Ситуация, конечно, не нравится. С тем, что кажется, мы уползаем. Вот, поэтому не знаю, чем это, конечно, чревато и насколько это опасно. Но вид того, что это новый дом и уже такая ситуация, мне кажется, это не очень хорошо. Сейчас опасный участок огородили блоками, чтобы близко к слону не ставили машины. Хотя потеря имущества, уверены люди, это еще не самое страшное, что с ними может случиться. Трещина, по словам местных жителей, здесь появилась примерно год назад. И с каждым днем она становится все больше. Лично мне страшно стоять на этом месте, поскольку такое ощущение, что здесь все рухнет и сползет вниз. Строительные эксперты говорят, разрешение возвести многоэтажку на склоне горы выдали без всяких сомнений. Однако в документах указали, что потребуется особое наблюдение. Грунт может подмывать. Но опасности масштабного разрушения нет, а значит и паниковать не стоит. Упасть никто никуда не упадет. Почему? Потому что каких-то признаков или предвестников этих обрушений, сползаний, тем более сползаний, нет. Жилые дома, я повторюсь, они заанкерены в грунт. С помощью свай стоят достаточно хорошо, надежно. Между тем к проблеме подключилась прокуратура Красноярска и уже вынесла предостережение мэрии. В кратчайшие сроки предпринять меры, в частности, обследовать склон в районе улиц Дачная и Вторая Огородная. Городские власти уверяют, на место выезжала комиссия. Эксперты планируют организовать геотехнический мониторинг. В рамках этого мониторинга будет уже специализированная организация наблюдать какое-то время склон. Ну, естественно, что наверняка там какие-то, может быть, инструментальные будут обследования его проведены. И на основании заключения мы уже поймем, что дальше делать. Результаты обследования помогут понять, почему по преддомовой территории ползут трещины. Это могут быть некачественные строительные работы, либо природный процесс разрушения склона. На то, чтобы понять, что к чему, потребуется полгода. После этого специалисты примут конкретные меры. Екатерина Павлинка, Алексей Гусев, Енисей Новости. Продолжение следует...